В последнее время в польских СМИ развернулась информационная истерия, связанная с гражданкой Польши Терезой Стшелец. Банальное нарушение таможенного законодательства Беларуси обернулось попыткой политического шантажа. Сегодня мы получили комментарии соответствующих ведомств и политологов, чтобы разобраться с ситуацией. Банальное нарушение таможенного законодательства спровоцировало политические страсти. Гражданка Польши Тереза Стшелец представляется недобросовестными польскими журналистами, для которых погоня за политическим подтекстом бывает важнее фактов, и даже людей едва ли не как жертва. Доходя до того, что пишут, она находится за колючей проволокой. Идет необоснованное нагнетание политических страстей. На самом деле ситуация проще. На территории Беларуси гражданкой Польши временно ввезен автомобиль, без уплаты налогов и пошлин. Но в обход закона автомобиль был передан в пользование другому лицу. Вот как комментируют данную ситуацию в таможенном комитете в Беларуси. В апреле 2012 года гражданкой Стшелец было ввезено на территорию Республики Беларусь транспортное средство «Джип Чироки». Данный автомобиль был оформлен таможенными органами во временный ввоз. В нарушение своих обязательств о временном ввозе гражданка Стшелец передала транспортное средство гражданину Республики Беларусь. Такое действие явилось нарушением таможенного законодательства. Возникло обязательство об уплате таможенных пошлин и налогов. Гражданка Стшелец таможенные платежи не уплатила. В соответствии с законодательством Республики Беларусь гражданин, имеющий непокашенную задолженность, ограничивается в выезде из страны. Вместе с тем, несмотря на наличие неисполненных польской гражданкой обязательств, сегодня белорусской стороной из гуманных соображений было принято решение под снятие ограничений на выезд гражданки Стшелец. Она может покинуть Республику Беларусь в любое время. То есть гражданка Польши уплачивать налоги и сборы отказалась. Тем не менее, белорусская сторона приняла решение о снятии ограничений на выезд Терезы Стшелец на родину. Несмотря на грубое нарушение закона, ведомства Беларуси вникли в ситуацию, проявили гуманность и понимание. Данный вопрос находится в чисто правовой плоскости. Этого, кстати, не отрицает и польская сторона. Тем более, у нас вызывает недоумение попытки СМИ в Польше придать этому юридическому вопросу политическую окраску. Нам представляется, что целью таких медийных атак является отнюдь не судьба своей соотечественницы, а совсем другие мотивы. Кстати, во избежание подобных возникновения таких ситуаций, белорусская сторона ранее неоднократно предлагала заключить двусторонние международные договоры между Республикой Беларусь и Республикой Польша в области предотвращения нарушений таможенного законодательства, включая вопросы признания и исполнения административных и судебных решений по таможенным делам. Но эти предложения остались без ответа с польской стороны. К сожалению, подобное недопонимание все еще встречается. Беларусь, как член таможенного союза, имеет обязательства по отношению к странам-партнерам тройки, России и Казахстану, и вынуждена защищать общий рынок. К сожалению, подобные инциденты, я прогнозирую, могут случиться и с другими гражданами Евросоюза, потому что и таможенный комитет Республики Беларусь в 2008 году предлагал Польше подписать двухстранные соглашения, и Министерство финансов в 2006 году. Дело в том, что они не понимают, что сейчас мы вошли в таможенное пространство. И подобные случаи, они участятся, потому что речь идет не только о Беларуси, а о всем таможенном союзе, и Казахстане, и России. И много людей, которые захотят воспользоваться, некой бизнес сделать. Но этот бизнес, к сожалению, на людях. И польская сторона не понимает о том, что надо защищать интересы людей. В первую очередь, своих. Не заниматься политизацией вопроса. Сегодня в МИД Беларуси был приглашен представитель консульства Польши. До него была доведена информация о снятии ограничения на выезд гражданки Польши с территории нашей страны. На этот момент гражданка Польши Тереза Стшелец может без препятствий навернуться на родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова